Продолжаются мероприятия по обеспечению занятости молодых людей, участвовавших в освобождении наших земель, почти 30 лет находившихся под пятой врага. О нескольких из них нам расскажет моя коллега Сабина Алиева. Государство всегда проявляет особую заботу о членах семей шахидов и участниках войны. Так, в рамках активных мер по обеспечению занятости 30-й категории, работой обеспечены еще несколько участников Отечественной войны. В процессе приема на работу в системе Министерства труда и социальной защиты населения предпочтение отдается членам семей шахидов и ветеранам войны. Еще 46 человек, принимавших участие в боях за освобождение от оккупации наших территорий, обеспечены работой нашим Центром занятости ДОС. Джейхун Байгиров, Натик Шахизаде и Мивари Забасов теперь трудятся в Департаменте человеческих ресурсов аппарата Центра. В целом, сегодня в аппарате Центра занятости ДОС работают 7 гази Отечественной войны и 1 член семьи шахида. Почти 1000 человек, привлеченных к общественным работам в рамках программы «Друг безработного», лица именно этой категории. 300 из них обеспечены работой посредством марафона занятости. В их числе 94 гази, 73 участника Отечественной войны, 133 члена семей шахидов. Я офицер 27 сентября 2020 года, как и многие, отправился на фронт. Я награжден пятью медалями за освобождение Джабраила, Физули и Ходжавенда, а также за храбрость и мужество. Я обратился в Центр занятости ДОС, и меня обеспечили работой. Сейчас я занимаю позицию ведущего специалиста в юридическом отделе Центра. У нас очень хороший коллектив, благодарен за такую возможность работать здесь. Мне 27 лет. С 27 сентября по 10 ноября 2020 года я принимал участие в боях под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Лива, по освобождению наших оккупированных территорий. Награжден медалью за освобождение Ходжавенда. После войны я какое-то время был безработным. Затем обратился в Центр занятости ДОС и впоследствии был принят на работу в Департамент Человеческих Ресурсов на должность специалиста. С каждым гражданином, привлеченным в программе оплачиваемых общественных работ, играющий важную роль в расширении возможностей обеспечения занятости безработных и ищущих работу, заключается трудовой договор, что создает основу для обеспечения прав на социальное обеспечение этих лиц в будущем. Сабина Лива, ФРЖ Бабаи, Новости АСТВ.